Не пропусти! Ирина представляет новую ультрамодную коллекцию осенне-зимнего ассортимента. Вы хотите выглядеть модно и элегантно? Ирина воплотит ваше желание в реальность. А еще я без трусов. Кэй, всем привет, притуля-девчуля. Как вам мой новый фон? Снимай на фоне шкафа. Да, потому что сегодня у нас видео, что в моем шкафу. В моем шкафу ничего интересного, потому что вы это все уже видели. Я же вам показываю весь мой ассортимент гардероба. Почему я вся зеленая? Но у фон новые проблемы. Я уже жду, когда наконец-то такой шейм, потому что мне нужен шейм. Мне заебал-то на Алиэкспресс. Мне заебал эти цены. Мне заебал-то, что фокус на мне не стоит. Эти цены на Алиэкспресс-то конские. У меня лучше пришло в пакетки из цветного. Неправда. Я просто недавно покупала платье на день рождения. И потратила денег столько же, сколько на один раз на Алиэкспрессе там. За две недели успела потратить 40 тысяч на Алиэкспрессе. Потому что я там купила себе сначала одежды летней. Зачем-то. Хотя лето заканчивало. Я не знаю, зачем купила летние одежды. Лето больше нет. Все. Это ремень. Фу, какой он пыльный. Ну фокус, ты где, блядь? Да, это вот настолько грязный ремень. Надо его помыть, что ли. Да что ж сегодня с фокусом? Я не понимаю, блядь. Смотри, как классно. И вы знаете, здесь как будто лежит обувь. Я надеюсь, что это кроссовки, которые в тот раз я заказывал. Нет, это другие кроссовки. Тоже не менее крутые. Они что-то очень большие, честно говоря. Я еще заказала белые кроссовки, которые были в прошлом видео про Алиэкспресс. Ну или просто в прошлом уже. Которые подарила, короче, Лисе. Потому что мне они были маленькие. А Лисе были как раз. Вот, в общем, вот такие вот коричневые, крутые я там нашла. Они тупые. Я вот это взяла все-таки 38-й. И мне нравится, что у них такой стиль пошорканный. Мне кажется, это тоже какой-то бренд. Потому что на электрическом вечно что-то скопировано. Мне нравится, что здесь вот такая вот штука лежит. Шарик. Ура, шарики. Мне нравится, что здесь шнурки такие вот двойные. Конечно, они такие тоненькие. Прям. Но сто ли они, кстати, по-моему, около двух с половиной тысяч. Ну, нормально. Блин, почему они у меня маленькие? Ребята, я купила 38-й размер какого-то. Это же 38-й? Это 24,0. Это 38-й размер. И они у меня впритырь. Блин, как что? Фрэш, ребят. Да какого черта? Некомфортно. Капец. А почему они такие маленькие делают? Был один только отзыв. Был с фотографией. И было написано, что все супер. Там кто-то додумался взять 39-й размер на размер... На два размера больше. И даже никто в комментариях не оставил, чтобы помочь другим. Я очень зла. Блин, у меня больше никакого вдохновения нет. Блин, я забыла сырок убрать. Подождите, я сырок у меня тут протух. У вас сколько я сейчас? Мочка. Я заказала себе чулки. Полоску. Это гетры. Вау, они очень хорошего качества. Вот зимой ходить в них. Стиль. Насколько. Бело-черные. Блин, а это гетры или это на руки? У этих вообще другой фасон. Классные, скажите. Да эти прям вообще под волосы классно подходят. Мочка. Я была бы самой популярной пикдопкой в 2007-м. Девчули-мальчули, одежда, конечно, это замечательно. Но мне Лиса посоветовала одно средство, которое мне прям не терпится потестить. Лиса уже давно пользуется тоном Vivienne Sabo. Вы его знаете как Шака-Шака, но теперь он называется Shake Foundation. Эта матовая версия сохранила все плюсы средства предшественника. В новинке появилась лициловая кислота и другие полезности, что не может не радовать. Которые ухаживают за кожей весь день. А абсорбирующие пигменты в новой версии обеспечивают матовый финиш на очень долго. Лиса сказала, что нужно потрясти баночку перед использованием, чтобы смешать пигмент с ухаживающей базой. Так, ну я думаю, что я уже довольно хорошо потрясла. Можно наносить. Сначала давайте сделаем сводч на руке. Так, ну я вот распределила по руке, и честно говоря, это вот такая лёха текстура, что я вообще её не чувствую на коже. Ну а теперь давайте нанесем его на лицо. Приближу, чтобы оно было лучше видно. Как вы видите, у меня довольно яркий пост-акне и тон. Посмотрите, как он классно сейчас всё перекроет. То есть я бы не сказала, что я прям много наношу. То есть это, ну, такой обычный слой. Его даже можно нанести вместо консилера, и он реально очень классно всё перекрывает. Блин, он реально потроился по тону кожи, как Лиса и говорила. Видите, я даже на шею не носила, и прям вот тон в тон получается. Ребят, я весь день провела с тоном Shake Foundation Mask. И давайте проверим, прошёл ли он тест-драйв. Я думаю, вы заметили, что лицо совершенно не блесит, хотя я отходила с ним целый день. И знаете, вообще такое ощущение, как будто кожа под ним стала лучше. Вот что значит ухаживающий компонент в составе. В общем, я могу сказать, что эффект от тона 100 из 100. Поэтому, честно, могу вам его смело посоветовать, потому что сама сейчас буду постоянно им пользоваться, потому что, ну, тон реально просто в восторг. Купить его можно по ссылке в описании, кстати, там вообще будет промокод на скидку. Я снимаю уже в другой день, потом у меня абсолютно другой макияж, он такой страшный, потому что я делала его по курсу Петрова. Ну да ладно. Давайте в тот момент пока мы будем распаковывать, я вам расскажу кринж-ситуацию. Чтобы получить посылку, мне нужно идти в пункт выдачи. Пункт выдачи это обычно перекрёсток или пятёрочка. Я знаю, что в нормальных местах там стоят постаматы, где ты вводишь номер, тебе выдают посылку. Всё, приходишь, забираешь, ходишь. Но у нас работа так, что ты должен стоять на кассе, ждать очередь, а потом, чтобы за тобой задалась гигантская очередь, которая ненавидит тебя за то, что ты пришёл получать посылки. Поэтому мне, честно говоря, не хочется доказывать мне какие посылки, потому что вот так вот мне приходится получать. В одном пакете у меня лежал дофига всего, ещё лежал какой-то скотч. А что-то с пенопластью вообще. Лучшая упаковка это пенопласт. He does surprise. Я заказывала себе плёнку защитную, и её тут дофига. Решила набрать защитные плёнки, потому что везде они одинаковые, только стоят в пять раз дороже. Это же брэд! О май гад! Это же брэд! Это же... А что по размеру? Печать ужасная. Она вот такая. Мне кажется, она у меня огромная. По-моему, это размер L. Вторая, кстати, из другого материала. Зачем мне положили просто футболку? Она ещё пахнет как-то ужасно, очень... Как-то очень специфически. Может, это коронавирус? Я не знаю. У меня только подливчика нет. Девочки, отвергнитесь. Блин, она большая. Сливчиком норм. Только сливчиком. А что сзади? Зачем этот вырез огромный? Я даже думала, что он спадает. Разочарование. Не знаю, стоит ли мерить вообще это. Она стоила 400 рублей вообще-то. Грабёж, а? Вау! А тут очень... Чего-то зря я заорала, что хорошее качество. Не, она тоже потная будет. Вот я вот напишу, что качество хорошее. Ну, просвечивает. Но в целом выглядит неплохо, кстати. У меня ещё всё потеть будет, потому что я очень сильно всегда потею. У меня проблемы с щитовидкой. И, в общем, я потею очень сильно. Милашка! Вау! Вот этот у меня... Я его очень ждала. Ну, конечно же, он линяет. По-другому же быть не может. Короче, это топ с котиком. Девочки, вот как вот вы вообще в лифчиках ходите? Они же такие дискомфортные. Я как-то ходила в чёрном лифчике, и у меня всё время приходилось вот так вот. Я не помню, как я его завязываю, честно говоря. Наверное, перекреститься. И потом... Дырочки эти надо всунуть, наверное. Ну, это кажется, как и в жизни. Перекрестился, и можно в попку. Тут вот то, что нет наконечников, и хрен вытащишь, ведь это... Я смотрю, а здесь просто... Это что, блин? Что это за надрезы вообще? Чё? Вот так вот завязать и всё? А это такое... Что это за хрень вообще? Почему здесь надрезы надругиют ужасно? Испорчено всё. Я очень надеюсь на этот топ. И думаю, сейчас красивый топик будет. Печать хорошая. Но всё испорчено вот этими надрезами. Бля, это же ужас. Я в полном кошмаре просто. Этот Алиэкспресс такой тупой. Да, в этом изделии есть надрезы. Но они в другую сторону. Каждый раз. Вы не понимаете, каждый раз, когда я с Алиэкспресса что-то заказываю, и очень это жду, очень хочу. Думаю, блин, вот это я буду носить. Помните, в прошлый раз вот с этим вот костюмом? Я реально, я думала, буду носить. Так красиво, потому что полотам реально норм. А по факту приходит какая-то стирота. В этот раз на Алиэкспресса потратила... По-моему, 50 потратила тысяч. Fashion Sexy Lounge. Кто помнит? Что-то у нас тут интересное. Так, вот это я покупала на осень. Реально, не поносить никогда никуда. Размер. Сколько вот? Ну, на сколько она выглядит? На 1000 рублей? Да. А, столько и стоит. Кстати, я чувствую, мне даже не жарко. Вообще, в таком материале очень жарко. Я заказывала одни из джинс. А эти джинсы стоили, я вам не совру, они стоили 800 рублей. Я считаю, отличная цена для Алиэкспресса. Так и должно там все стоить. Офигеть, они реально джинсы. Ой, большой. Это самый худший замок в моей жизни. Материал реально как-то 800 рублей, но в принципе, я не знаю, это будет нормально. Скажите, у меня вообще нет черных джинсов. Это первое. Бирка еще очень красивая. Это еще одни джинсы. Я заказала джинсы, которые у меня очень, они лежали в корзине. Там было очень много заказов. Блин, меня не заблокируют, что я в лифчике стою вообще. Должны быть вот так. Но они мне вот так. Или вот когда у вас бесит, нормально. О, вроде по моде, говорят, вот сейчас в тренде. Моциклетки вот эти вот. Да, конечно, она такая. Но качество у нее, честно, на плане остальных вещей подкачало. Это правда. Да, потому что мотоциклические куртки, они обычно очень тяжелые, большие. Такие прям тяжелые, не блестят, да? Бля, что это? Честно, знаешь, это ксотка-то самая поднимательная. Штаны, я не знаю, почему, но джинсы с Алиэкспресса делают очень тонкого материала. Потрогай. Они легкие, типа норм, но они слишком легкие. Они просто по виду, они... Вот у тебя джинсы вот плотные, а вот у меня они тонкие. Просто они по виду такие, знаешь, очень грубые, такие вот прям как вот из девяностых. Как в Барте было. Да, а по факту-то это... Я не знаю, они, наверное, по толщине, как топик вот это. Вот, наверное, как вот эта жилетка. Эй, даже тонче, чем эта жилетка. То есть дырки отдельно, блин, делать, потому что почему-то там размер вот такой был. Блин, у меня тоже вопрос, когда покупаешь, короче, себе ремень, обязательно нужно потом сидеть с этим дыроколом или делать дырки. Я даже дырокол для этого купила, потому что если ремень не вот такой, то просто невозможно. На какую жопу просить-то рассчитано? На жопу. Перчатки я заказала. Я взяла красный. Розовый у меня уже есть под волосы. Я взяла красный под те самые чулки. Такая вот дырочка для пальчика. Это вот на осень. Такой же, только в белой расцветке. Вот вязаные вещи на алиэкспрессе очень хорошие. Кольца для камеры. Будет у меня камера блистать в бриллиантах. Так, это заколки на волосы. Хрязь, хрязь, такая цепочка. Вау, вот это уже другой разговор. Просто поп-стар. Просто Хана Монтана. Леди Ганг. Вау, очень вау. А, больно. А, больно, бля. Вот на ручном волосе очень больно. Какая красота. Как это открыть? Пакет в пакете, еще в пакете. Перцветка. Это к моей заколке. Это я у Лизы спизданула. Она мне ссылочку скинула, я спизданула. Пипец, решила заколку заколоть. Она зацепилась за мои волосы и не отдает. Я не буду никогда больше это использовать. Какой ужас. Отдай вы волосы. Это уже маленький, даже не надо больше. Кошмар. Волосы отда... Ааа. Хе-хе-хе. Бля. Она просто клок волос забрала и не отдает. Вообще не отдает волосы. Вы представляете? Ху**ня. Два вот таких вот галстучка. Потом их открою, потому что там будет дальше рубашка. Я их потом надену. Знаете, такое ощущение, как будто вот мой котик сдох. И я в честь памяти его фотографию сделала в брелок. Так мило. На самом деле он похож на мою кису, которая убежала. Пуська. У меня был кот в детстве. Его звали Пуська. Вот похож на Пуська. Типа сильно. Роск. Здесь у нас, по-моему, обувь. Я предполагаю, что это та самая, которую я заказывала второй раз. Во второй раз трачу деньги. Конечно же, да, это они. Если они мне опять не подойдут, я больше... Ребят, я больше никогда в жизни не буду покупать на Алиэкспрессе. Что за безвкусные украшения с 2016-го? Фу. Что это? Чувствую, как будто она, знаете, другая. Фу, как эта крятная вся. Какой кошмар. Блин, я не знаю, фокус понимает или нет. Что это за хрень? Это что? Блин, это что за пи***дер? Я бы не стала второй раз заказывать, если бы это была какая-то залупа. Что это? Оно просто все кривое. Я в шоке. Эта обувь не тысяча рублей стоит, а она стоит где-то две с половиной. Почему я заказала 38-й и у меня опять маленькие? Короче, я попробую открыть спор, сказать продавцу, что он не кипал. Блин, реально я второй раз заказала. Это что за дичь? Мне лишь, правда, я сказала, что попробую взять 39-й, но я подумала, ну, не, нормально. Я потратила где-то 4 тысячи на эту обувь пустую просто. А как-то раз я купила, представляете, ботинки по отзывам 39-го размера, и они мне были гигантские. Я не понимаю, как после этого заказывать вообще обувь какую-то одежду. Ой, такая милая, очень красивый цвет. Нет, она двусторонняя. Я сейчас на днях еще только заказала розовых курток, потому что у меня сейчас этих розовых курток будет просто дофига. Вау, мне очень нравится, потому что она двусторонняя. Так вот замок, получается, перекидывается и можно на другую сторону. Ну, это реально круто. Какая красота. Ну, вы гляньте. И размер, знаете, я думала, будет супер короткий, а она прям прекрасного размера. Идеального, я бы сказала. Думала, где-то вот такая, потому что на картинках вот такая была. Как она к волосам подходит. Можно так вот затянуть и будет таким вот дутиком. То есть поддувать-то не будет. Это, знаешь, настроение такое, типа, сегодня яркое, завтра тусклое. Я очень ждала этот стол. И материал клевый. И он вроде не такой широкий. Вау, мне нравится, как это выглядит. Рок. Синтетика, но хорошая синтетика. С рожицей ахигао. Так, о, еще джинсы. Кстати, волосам очень подходят. Они прям в один цвет моих волос. Они такие, типа, клешиком. Не, они мне супер по размеру, слушайте. Вообще не зря купила. Там, по-моему, только какая-то одна девочка заказывала и вот поставила. И все, больше никто не покупал. По-моему, это джинсы даже лучше, чем те, синие. Я не могу понять, они красные или розовые. Это что? Нет, там ничего нет. Я проверила. А потом, может быть, знаешь, жилет беременной. И, типа, там, накладка на живот, чтобы, типа, знаешь, сказать, общественный транспорт. Такая, типа, я с малыша. Мои, я выступи. Это прекрасные джинсы. Они выглядят, как будто бы, они опять плотные, но не так. Они с того же материала. Но джинсы охерительно крутые. Нет, очень красивые. И вот здесь прям выглядят, как какие-то люто дизайнерские. Вообще прям с подиума джинсы охренеть. Ну, вообще-то с подиума. Мы стали стараться сковали. Я хотела показать, что это жилетка двухсторонняя, но я голая. Но мы сейчас... Реально? А, да. Короче, ладно. Я думала, ты поняла, что это жилетка двухсторонняя? Я поняла. Она написала, что она шейна. Там была этикетка шейна. Я все отрезала, потому что она двухсторонняя. А для беременной, конечно. Да почему? Ну, можно так сделать. А сделаем так. Так лучше. Ну, ладно. Просто, когда зашла, там я реально подумала, что ты, ну, типа, купила специальный жилет для беременных. Я не знаю, зачем тебе нужно. Мало ли, я хотела попробовать себе в новой роли. Да нет, можно для беременной, можно и для новородящей. Старородящей даже скорее. Старородящей, да. Боюсь, мы с тобой уже не в числе новородящих, а мы уже старородящие женщины. А, да. Роди. Все старородящие женщины плюс сейчас. Мы готовы к зиме. Куросни. Зима? Супер. Лучше бы летом. Да. Я решила заказать джинсовый тренч. Пахнет джинсами с Алиэкспресса, да. Вау, материал офигенный. Это, конечно, надо погладить. Мне нравятся вот эти вот пуговицы. Смотрите, какие они. Ну, то есть, много деталей интересных. Я хотела еще купить сапоги джинсовые. Потом подумала, блядь, я в них выйду нашу погоду. Они у меня станут уже не джинсовые, а серо-черные какие-нибудь грязнульки. Ну, вообще, вы бы сказали, что он стоит две тысячи? Мне кажется, все три. Вот такой вот плащ тренч джинсовый. Не знаю, подходят ли мне к розам, волосам, как вы посчитаете, ходить так можно? Давай, когда ты сейчас это все обмеришь, я надену эту штуку, и пусть ребята сами напишут, что смотрят со стороны лучше, потому что я не могу отценить. Мне кажется, как будто бы норм, но я тебя не привыкла видеть в такой одежде, и поэтому мне просто странно, потому что совсем другой стиль для тебя. Не могу понять, вот честно, мне нравится, как это выглядит на Даши или не нравится, не знаю. Вчехляю, давай. Я думаю, что там все-таки есть. Да, в общем, все такое. О май! Такое вот есть у нас. Давай я заберу это у тебя. Офигительно. Мне столько не обманяться, блин. Еще и шорты просвечиваю. Просвечиваю, это ужасно, лучше бы их не было. Да. И вот этот тупо, он какой-то, но он большой, очень, почему-то должен быть вот так. И это никак не затянется вот этими штуками? Не, это только если ушивать, короче, в треш. Мне очень нравится юбка, эта юбка реально выглядит, как будто эта юбка, знаешь, споказывает. Сейчас здесь очень поплывая юбка, миу-миу, все под нее делают, типа, ну, кольца под нее, но вот это выглядит очень круто. Прямо-прямо споказывают. Да, но там еще у них такие белые кармашки. Баба, тут беленькие кармашки. Ну что, ты не ношишь кармашки, что эти все белые, господи, те умоляют. А что с попой-то делать, блин? Ну, не показывать ее людям, потому что просвечивает. Ну, или показывать, потому что просвечивает. Есть только два варианта. Ну, в общем, ремень тоже такой. Не, ремень прям, ну, отстойненький. Ну, на фото нормально. Просто на фото как-то будет. А мне, считай, застегнусь туда, что-то вся. А вы, дорогие друзья, пожалуйста, оцените. Слушайте комментарии, кому лучше идет этот тренч? Это ты и я. Да, кстати. Я забыла сказать про качество. Качество качественное. Одобряю. Да, это он. Магазин Бигмалеон. Ах, капец, он тяжелый. В отзывах писали, что он как из шоурума за 10 тысяч. Стоил он 2 тысячи. Тут сразу две посылки продавец положил. Взяла, в общем, юбку. Вау. Офигеть, она хорошая. Она стоила дорого. Она стоила 2 тысячи. А на юбке стоила 2 тысячи. Офигеть. Тут даже, смотрите, тут даже есть бренд. Ну, это неудивительно. Я прям в пол, ребят. Я как будто из матрицы. Никогда в жизни у меня не было черного. Френча. Я черный же не носила. Я все время носила что-то яркое. Тут у меня стиль немножечко изменился. Я стала такой серьезной дамой. Тут замочек хорошенький. Прям гуськая какая-то. Слышали, какая молния хорошая? Так, здесь можно затянуть вот так в талии. Но все равно допорчится немного. Плюлась продавцу, что у него уже завязки стоят. Вот ему просто респект. Лучше продавец буду у него все время покупать. Это гетры. Я взяла обычных цветов. Черные и белые. Ну, они какие-то молочные, правда. В общем, белые. Поскольку я купила тренч, я не знаю, какой головной убор носить с тренчем, реально. И я решила купить платок с дебру. Я еще заказала шарф, это будет в другом видео. Я вот планирую носить с платком, как бабка. Давайте наденем. Ну что вы, девочки, в церковь проведем. Не, слушайте, платок хороший. Скажите, красивый такой, да? Fashion, sexy. Как будто бы у меня флюсы перевязали вот так вот лицо. О, кстати, стильно, да? И очки какие-нибудь. Стал, по-моему, рублей 300. Реально, платок просто офигенный. Это шарф. Ну, я говорю, к зиме готово. Вау, спасибо, резинки такие стильные. Я все черная, ребят, я эмо. Офигенный шарф. У меня ничего черного, ребят. Меняем стиль. А, значит, там были на руки, а это на ноги. Блин, у меня тут просто гора мусора, ребят. Я решила взять рубашку. Просто обычную белую рубашку укороченную. А то, прикиньте, как-то решила я зайти в московский магазин. Там были вот такие вот укороченные клевые рубашки. Там стоило 5 тысяч. Просто обрезанная рубашка обычная. Лиса сказала, чтобы я ее не брала за такие деньги. Лучше на Алиэкспрессе купила. Ну, вот я и купила на Алиэкспрессе. Реально, точно такая же рубашка просто. Рукава такие длиннющие. Не люблю я длинные рукава. Люди, которые любят длинные рукава, как мы с этим ходим? Я не понимаю. Будет очень жарко. О, боже мой, ну что? Не пропусти! Ирина представляет новую ультрамодную коллекцию осенне-зимнего ассортимента. Вы хотите выглядеть модно и элегантно? Я пока тоже не очень понимаю, что происходит, если честно. И вот это чуть-чуть. Нет, абсолютно по-хорошему тебе, правда, очень. Ты сейчас так не говоришь, что тоже с Алика. Да. Как? Все, вот это вот с Алика. Две тысячи рублей. В смысле? Нет, ладно, сделай вот так, плюс. Опа! Юбочка. Офигенная. Офигенная юбка, офигенные вот эти штуки, офигенный плащ. Просто очень нравится. Эта юбка мне и большая немного. Юбка стоила две тысячи, поэтому она хорошая. Да, очень хороший плащ по качеству. Он прям такой. Ну там всего записали, типа, как из шоурума. Ну он правда очень мягкий. Я вообще не ожидала, потому что, ну, а почему у нас сегодня такие хорошие папки сайты? Есть какое-то объяснение? Потому что я не понимаю. Я просто набирала одежду на осень. Алика спросит, а не могу такую обувь не умеет делать и легкие вещи на лето? Блин, а мне всегда бы хорошо об отцовке висали какую-то. Ну у меня все хорошо, кроме кроссовок. А, ну да, те кроссовки, которые ты мне отдала, которые были хорошие, а Даша тебе потом взяла такие же, они у меня были плохие. Ну а твои кроссовки я таскаю, и мне все говорят, откуда эти кроссовки. Я такая, да, дружка, да, мне. А мне что-то не повезло, с ними второй раз. Второй раз. Он правда мне большой был, я бы успела уже подшить, ну, так вот с краев, потому что к другому. А, там вот прям много. Ну, он потому что... Он совершенно большой. Странно, что это женский азиатский, потому что он прям большой, реально вообще. Там, что-то кинофтографика была европейка. А, европейка была. Да, понятно, да. Ну, блин, так хорошо смотрится симпатично, я надеюсь, вам видны эти патинки, потому что прям, ну, конечно... Что-то четверто. Это пластик, правда, очень делаю. Спасибо. Мне нравится, нравится. Слушай, ну, красивая моя, ну, красотка просто, ну вообще... Мне нужно было прийти еще три ремня. У меня все приходит и приходят какие-то носки, чумки, колготки. Реально, это колготки, ребят. Я брала какие-то красивые. Реально. Замерзнуть и умереть. Не на руку, это на ногу. Да. Жесть, ребят, я никогда это видео не засниму. Мне кажется, еще по ссылке. Я вспомнила, что там еще до хера всего. Да, ну просто ездить и покупать реально негатив, и нужно где-то заказывать. Ребят, ну этот комплект очень красивый должен быть, потому что здесь, видите, бриллианты, стразы. О май гад, ну посмотрите. Я как бы... Я не могу ничего сказать, потому что, по-моему, это выглядит просто прекрасно. Я не знаю, что сказать. Вопрос в том, что это не держится вообще. Как завязывать шнурок из страз? Знаю, мне слишком занято. Зачем ты закрываешь? Ты что, ты что застроишь разобраться? Смотри, пока я потяну, у меня уже развязалось. Да, я в общем, если буду ходить, так у меня бы сразу развяжется, еще не без трусов. Нет, я в трусах все нормально. Я бы не ставила джинсы на голое тело, но это было бы странно. А почему ты без трусов? Не просвещиваешь? А, не просвещиваешь. Ну вдруг. Я бы страховалась на всякий случай. Я не знаю, что сказать, я потеряла до речи, это крайне мне не свойственно. Но я бы поставила таким костюм 10-10, ты не переубедишь меня в обратном, даже при условии, что на тебе Аня трусов, что повышает ему бонус. И Б, то, что тебя это развязывается, кстати, тоже повышает. Так что в итоге мы имеем 12 из 10. А как это завязывается все-таки, чтобы быть его люди? Никак? Ты реально думаешь, что в этом ходят люди? Ну, куда-нибудь может быть. Куда? Ну, например. На мероприятие какое-нибудь. На такое. Вот такое. Ну, тут давай все равно мероприятие. Стримп лес. Ой, оно классно. А это я не понимаю, это что, кастом какой-то или что? Скорее всего, да, это какой-то продавец, который вот такой продает кастом. Очень круто выглядит. Ну да, вот здесь видно, что они какие-то не супер прошиты. То есть, я не знаю, это профессиональная вещь или нет, кстати, с тебя уваливается немножечко. Ты уже подглядела. Я уже подглядела. Ну, а ног со спины. Ну, вообще. Слушай, с этими волосами сейчас так подсмылись, прям вообще здорово. Ведь я не знаю, ребят, мне нечего сказать, кроме слов. Все скажет вот это. Такая вот, в общем, кофточка. Б, блядь, знаете, кофта бабки просто. Красивая. Уже завязанная. Ну, это на море где-нибудь. Мне, знаете, такая бузка бабки, реально. Это на клести выйду, видимо. Мне только не нравится, что вот эти вот штуки, они как-то перевернутые, переворачиваются по-дурацки. Оригинал намного лучше выглядит. Юбка из Иксо. Хочу взять обычную красную мушку. Шортики разъеб. Мне еще там галточек специальный я брала. И вот рубашку к этому, и галточек красный. Первый раз, первый класс. О, да. Вот в школу пустят в таком. Что за профессионалка в стиле тату? Да. Как в эту школу собралась, спросите? А что в этой школе вас ничему учит? Как правильно делать вот так? Это глубокая глотка. Нет, типа хор. Когда делаешь хор, конечно, нужно там, типа, пошеверовать, гравать, челюсть сюда чуть вперед, как бы все это натягиваем. Да-да-да, так оно и работает. Для хора. Да-да-да. Вот моя певица. Где на эти шорты? Они реально партвистые. Они клетчатые? Вау. Знаешь, обычно в этих юбках шорты просвечивают трусы. Вот у меня другая юбка, и так просвечивают трусы. Вот здесь они не просвечивают. Она реально хороша. Там даже какой-то бренд написал внутри, как будто бы она прям очень была. Как бы фирменная? Она сказала 700 рублей. А это не капля? Нет. Я просто так подогла по цвету. Они же вообще одинаковые, Наташа. Вот это лайк сразу. Да, вот так. Смотрите, какой он. Это же я в отражении вижу. Но только изнутри. Вот. А тут нет. А тут чехол надоел уже. Вот самый лучший вид, у него нету кнопок. Любимый чехол из дубаев. Ооо, вау, кнопки очень хорошо нажимают. Слушайте. Какой классный. И цвет тоже. Я уже встала. Я все распахнула. Вы делаете такая петь какую-то. У меня еще четыре посылки. Я заказала очки. Я очень хотела такие очки. Я хотела... Это какой-то бренд. Пародия на что-то. В принципе, как и все на Алиэкспрессе. Мне очень нравится эта звезда. Звезда я. Блин, они классные. Я такая, прям, реально. Тысячные. Мне очень нравится. Блин, я очень хотела эти очки давно. Очень давно. Я не знаю, где их найти. Потом я случайно на них наткнулась на Алиэкспрессе. А то я хотела купить от Dior за 20 тысяч. Ну, не нафиг мне эти за 20 тысяч. За 300 рублей самый лучший, скажите ведь. Очень удобный. Не давят. Вау. Это очень хорошо. Ремень просто обалдеж. Он очень хорошо стоял. Там были такие ремни очень дорогие. Я нашла дешевый. Там были ремни по 2 тысячи. Извините меня. Болы. Вау. Офигеть. Это очень крутые ремни. Это самые красивые ремни из всех, которые у меня есть. С Monster High. Вот такой вот белый. И number two. Бэдж. Потому что Сэша бэдж, чтобы все знали. Бляшка просто охрененная. Еще и здесь страз. Какая красотища. Такая красотища. Продолжение следует...